Девочка-пай Девочка-пай Свобода царствует здесь Мы поклоняемся здесь Где свобода Иисус царствует здесь Свобода царствует здесь Свобода царствует здесь Мы поклоняемся здесь Свобода царствует здесь Свобода царствует здесь Господь, слава тебе, великий Божий Мы поклоняемся тебе в свободе Святого Духа Мы славим тебя В этой свободе, которую ты дал нам Мы просим тебя, Отец Открой наши сердца И сделай их способными Слышать Твое Слово Чтобы мы были не Слушателями забывчивыми Но слышателями Которые становятся исполнителями Твоего Слова, Господь Дай нам услышать Твое Слово сегодня Пусть наше сердце будет Открыто Слышать Твое Слово Открой наши сердца, Господь Мы просим тебя об этом, Отец Мы просим тебя об этом, Божий Во имя Сына Твоего Иисуса Христа Благослови наши сердца Услышать Твое Слово Держать наши сердца Открытыми для Твого Слова, Господь Сегодня во имя Иисуса Мы славим Тебя Мы воздаем славу Тебе И превозносим Твое имя Великий, всемогущий Бог И весь народ Божий доскажет Амин Пожалуйста, присаживайтесь Церковь в присутствии Божьем Спасибо большое группе прославления Очень рад всех вас видеть И слышать Слава Богу Слава Господу Ну что, друзья Для меня огромная радость Видеть нашего Драгоценного гостя Я рассказывал 20 лет назад Один брат Который учился В Латвии В библейской школе Сказал, ты знаешь Много проповедников было Но один проповедник Николай Залуцкий Вот бы тебе его услышать 20 лет назад он мне это сказал И потом на протяжении этих лет Часто слышал Что вот есть такой служитель Из Пскова И в 14-м году Когда мы были у нашего Друга Саши Калинина Мы вместе служили На конференции у него Я так взял Николая Игоревича Объяснил Николай Игоревич Ты должен быть в Уссуриске Он сказал Слава Богу Я помолюсь И хотел уйти Но мы как раз Перед этим 20 лет служения отметили И я знаю Что если пастор говорит Я помолюсь И хочет уйти Он потом не вернется Он уже уйдет Это точно Он конечно потом поможет Скажет Господи спасибо Что я избежал Это учись ехать Уссурис Я сказал Нет Николая Игоревич Я не отпускал его Пока он не дал слова Приехать в нашу церковь Я очень рад Поэтому я хочу Чтобы вы вместе со мной Горячими Уссурискими аплодисментами Николай Игоревич Добро пожаловать Поприветствовали Нашего дорогого брата Добро пожаловать Николай Игоревич В нашу церковь Слава Иисусу Спасибо большое Пастор Александр За приглашение Для меня большая радость Большая честь И привилегия Быти В вашей церкви И делиться словом Я впервые Вообще На Дальнем Востоке В Приморском крае Был во многих странах Был на многих континентах Но Приморья никогда не был Вот И Конечно думал И не буду Но Не тут то было Ваш пастыр Такой удивительный человек Вот поэтому Я сегодня здесь Еще раз спасибо И Примите приветствие От нашей церкви Церкви Монаил Из города Пскова Мы Начали служение Там Своей супругой 26 лет Обратно В 90-м году Это старинный город На западе России Мы под Евросоюзом 40 километров И У нас граница С Эстонией С Латвией С Прибалтикой Мы также Мы граничиваем С Белоруссией Еще И Вот мы Проехали Это в 90-м году И удивительным образом Господь Нас там оставил Потому что Я ехал на две недели Но Что-то Подзадержался Уже 26 лет Я сам родился В западной Украине В семье Служителя Пастора Подпольной церкви Мой отец был Служителем Подпольной церкви У меня Семь братьев И пять сестер Нашей семье Большая семья Слышал Может быть Я говорил Пятницу Немножко Хотел Представить Чуть-чуть себя Чтобы вы Имели представление Что я есть Кроме того Что я пастор И служитель Вот И все Женаты Замужем Все Любят Господа Всеверующие У мамы Которая ушла вечно В прошлом году Восемьдесят пять лет Ей было Пятьдесят внуков И двадцать шесть правнуков И наша семья Большая Она сто два Человека Сегодня И Все дети Все внуки И все правнуки Любят Господа Служат Господу Все мои братья В основном Служители церкви Сестры Так Удачно вышли Замуж Все тоже Вовлечены В служение В основном Поют В прославлении В миссионерском служении Вот Мы живем На разных континентах Кто-то в Украине Кто-то в Латвии Кто-то в России Кто-то в Америке Вот И Как когда-то говорила Мама Хорошо, что не собираемся Вместе на Рождество Потому что С подарками Сложновато было Вот Как бы Вот Краткая биография Мы Я в четвертом поколении Пятидесятник По линии папы И в третьем поколении По линии мамы Мои дети Уже в пятом поколении Веру Мы женаты С моей супругой Еленой Двадцать девять лет У нас Четверо детей Старшая дочь Анжелика Она вышла замуж Живет во Флориде А Потом у нас было двойня Мальчик и девочка Марк Христиан И Анна Эвелина И потом Родился Самый Младший сын Ему Десять лет Этим поняшкам По тринадцать лет Ему десять лет Адриан Эмиль Вот И они еще при нас Все Мы так и живем в Пскове Тоже Любят Господа И вместе Приходят в церковь Вот Я являюсь Лепископом Северо-западном Федеральном округе Российской церкви У нас Федерального округа Чуть больше двести церквей И Мы имеем конференции Различного рода И служения Поэтому Ставим на занятые И приехать в Российск Было Конечно Большим Вызовом Но Я очень рад В самом деле Быть здесь И Еще раз Поблагодарить За Такое горячее Гостеприимство Вашу христианскую любовь Пастор Александр И Ирина И ваша церковь Спасибо большое Я благословлен тем Что я могу быть здесь Вот Бог благ И Бог благ Всегда в нашей жизни Поэтому Я хотел бы Сегодня Поделиться С вами Церковь На тему Преемственности Поколений Хотел бы Поговорить На тему Которая исходит Наверное От вопроса Когда ты Состаришься И может быть Твой внук Или твоя внучка Будут стоять Или сидеть На краю Твоей кровати И спросят У тебя Дедушка Или бабушка Что было Самым главным В твоей жизни Скажи У меня вопрос Что бы Вы ответили Что было Самым важным В вашей жизни На протяжении Вашей жизни Или Что вы Вообще Хотите Оставить После себя Задаем ли мы Себе вопрос Что будет После меня И это важно Это очень важно Я хотел бы Прочитать Место из Писания Которое записано В книге Исход В 10 главе И я прочитаю Три стиха Восьмой Девятой Десятой И возвратили Моисея и Аарона К фараону И фараон Сказал им Пойдите Совершите Служение Господу Богу Вашему Кто же И кто пойдет И сказал Моисей Пойдем С малолетними Нашими И стариками Нашими И сыновьями Нашими И дочерями Нашими И с овцами Между Говорит Дети 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 Наши Пойдут Я застал Я застал Это время Гонимой Церкви В Советском Союзе И он Все время Мне говорил Ты увидишь Последнюю Библию В музее Ленина В Москве До 1980 года Мы покончим С религией И покончим С Богом В Советском Союзе Я все время Задумывался Над этим Как же Они собираются Покончить С Богом И покончить С религией Потому что В 3 часа ночи Минимум Раз в неделю Они окружали Наш дом Они Как по По часам Договались В 3 часа ночи Они Стучали Окружая дом Во все окна Двери Стены Сразу Мгновенно Так чтобы Вызвать в тебя Такой стресс Ажиотаж И это был Стресс Настоящий Мы Дели дети Я был Маленький Мальчик Еще И они Врывались В дом Кричали Против Полиции Милиция В то время Была Милиция И там КГБ И все Сотрудники Врывались В дом Делали Такой Месс В доме Искали Библии Искали Новые Заветы Искали Любую Любую Тетрадку Любой Листочек Где было Написано Хотя бы Что-нибудь О Боге Потому что Мы переписывали Евангелие Отправляли В Сибирь Вот И они Это все Изымали На улицу Делали Костер Сжигали Все Поэтому Библия Хранилась В секретном Месте И Мы читали По ночам Вечером Поздно Ночью Чтобы Двери Закрыты Были Все окна Шторы Чтобы Никто Ничего Не видел Отец Мне всегда Говорил Ты Учи Библию Наизусть Когда Ты будешь Учить Наизусть Никто Не сворует Все Что у тебя В сердце Что у тебя В духе Внутри То Останется Навсегда Никто Не сможет Забрать А если Только В гаджете Или Просто Даже В Библии Простой Которая У нас Есть Я Люблю Библию Такую С мобилки Не проповедую С гаджет Так говорит Один пастор Я никогда Не проповедую Потому что Раз Проповедовалась Моэска Пришла Прямо На кафедру Папа Почему Ты дома Один За кафедрой Другой Я Поэтому Перестал Поэтому Видите Я тоже С такой Библией Проповеду Да И Я никогда Не забуду Вот этих Вещей Связанных С тем Что Коммунистическая Партия И Советский Союз Преследовали Детей И когда Сажали В тюрмах Наших Отцов То Детей Забирали В детские Дома Назывались Дома Пионеров Детские Дома И там Им Внушали Другую Идеологию Почему Потому что Дети Это Завтрашний День Церкви Сегодняшний Но и завтрашний День Церкви То есть Это Будущая Церковь Если В церкви Есть дети А в вашей Церкви Есть много Детей Я В холе Видел Сегодня И мое Сердце Возрадовалось Потому что Дети Это Наследие От Господа Кто знает Мало того Что это Наследие От Господа Это Благословение От Господа А так как В прессе И в газетах Постоянно Говорили О том Что Это Секта И там Детей Приносят Жертву И Вам Здесь Делают Укус Такой И Выпивают Кровь Вечером И Ночью Хоронят Так что Вас Больше Не найдут Это Писали В газетах Постоянно Нашей церкви Город Был маленький 40 тысяч Наследие И И Тогда Никто Не ходил В церковь Как Передать Веру И Как Сохранить Поколение У нас Такая Песня Была Песня Про Будущее Поколение Священный Огонь Разгоряясь Над Миру Может Кто-то Из вас Слышал Эту Песню Священный Огонь Разгоряясь Над Миру Рассеял Великую Тьму И Там Есть Такие Слова Я Не помню Словно Просто Надо Петь Чтобы Я Вспомнил Знаешь Когда Поешь Тогда Помнишь Вот Но Там Есть Такие Слова Вот Старец Больной Седяной Убеленный Что Факел Горящий Пронес Сквозь Века Ветра Небуря Познавший Гонение Веселье Упал У подножия Креста И Тут Подошли К нему Новые Люди В них Сила И Молодость Была Видна И Факел Горящий В их Крепкие Руки Старик Передал На покой Уходя Все Мы Бежим Свою Дистанцию И Пробегая Свою Дистанцию Нам Нужно Как В эстафете Передать Палочку И Передавая Палочку Знаете Как Кто Видел Из вас Наблюдая Вот Эти Соревнования Спортсменов Которые Бегут Эстафету И Они Бегут Держат Палочку И Ты Стоишь Здесь И Они Тебе Передают Палочку И Ты Какое То Время Бежишь Еще Вместе С Ними Чтобы Уловить Ритм Вот Этого Бега И Передаешь И Они Бегут Дальше Вот Это Наша Задача Братья И Сестры Передать Палочку Эстафету Нашим Детям Здесь Аминь Передать Веру Спасается На воде Колодец Был 20 метров 30 метров Глубиной Но Делали Это И Воспитывали Нас И Молились У нас Была Молитва В семье Можно сказать Круглосуточная Но Много Много Лет С Двух Часов Ночи До Трех Часов Ночи Вся Семья Приходила В большую Комнату В наш Дом И Мы Молились Все Дети Стояли На коленях Надо Было Красиво Стоять На коленях Почитать Бога Если Ты Садился На Пятки Это Не Молитва Нельзя Было Садиться На коленях С закрытыми Глазами Молиться Господу У меня Раз Открытые Глаза Папа Меня Спросил Коля Почему У тебя Были Открытые Глаза Я Не Сказал А ты Как Видел Конечно Это Был Сложный Сложный Момент В Жизни Он Не Показал Как Видел Я До Тех Пор Это Помню Но Отец Оставил Яркий След И Яркий Пример Для Нас В жизни Что Хочешь Оставить Ты Я Хочу Оставить После себя Поколение Которое Сделает Больше Чем Сделал Я Это Мои Сыновья И Младший Из Них 10 лет Которому Он Сказал Папа Когда Я Задал Вопрос Всем Кем Вы Хотите Стать О чем Вы Молитесь И Мечтаете Самый Младший Подошел Ко Мне И Сказал Папа Я Хочу Тебе Сказать Что Марк Мне Сказал Что Он Уедет В Америку И Будет Бизнес Делать Аня Хочет Быть Певицей И Просила Его Чтоб Он Спонсировал А Я Боюсь Буду Пастором И Они Все Уедут А Мне Придется Доглядывать Вас До Смерти Он Меня Так Умилил Я Даже Не Думал Что В Десять Лет Можно Быть Таким Стратегом Потому Что На Следующее Утро Это Была Суббота Потому Что В Пятницу Вечером Когда Заканчивается Школа У нас Каждый Вечер Семейная Молитва Каждый Вечер Но В пятницу Особенно Мы Позволяем Себе Больше Время Что Им Не Надо Ити В Школу И Они Могут Лечь Спать Не Без Пяти Минут Девять Как Мы Это Делаем Каждый День А Десять Или Половин Ну И На Следующий День Субботу Когда Он Выспался А Мы Еще Тоже Позволили Себе Подремать Полежать В Постели И Адриан Пришел Сел На Край И Сказал Папа Доброе Утро Обнял Меня И Говорит У Меня Есть Вопрос Ну А Я Сразу Чуть Чуть Насторожился Иногда Часто Задают Вопрос И Потом Он Сел И Сказал Ты Ничего Не Думай Ты Живи Сколько Бог Даст Я Привстал И Он Сказал Я Не Хочу Чтоб Ты Умирал Ну Папа Если Ты Умрешь Кому Этот Дом Достанется Я Сказал Сынок Ну А что Такой Вопрос Задаешь Ну Просто Говорит Я Подумал О Жизнь Я Говорю Ну У нас Четверо Детей Мы Наверное Продадим Дом И Разделим Для Всех Вас На Четы Части Хорошая Детей Дети Это Наше Сокровище И Дети Это Наша Радость Я Хочу Поговорить Немножку Я Хочу Потом Помолиться Об У нас Чуть Чуть Время Послушайте Как я Сказал Сатане Не нравится Когда Наши Дети Слышат Бог Мой Директор Школы Когда я Заканчивал Школу Позвал Меня В кабинет Свой Закрыл Двери Закрыл Шторы И сказал Ты Мне Только Прошепчи Тихо Скажи Я Не верю Больше В Иисуса Христа И Верь Себе Сколько Хочешь Я Говорю Иван Иванович Вот Папа Мне Сказал Библии Написано Я Тоже Сам Читал Что Если Я Отрекусь Перед Людьми От Бога То И Христос Отречется От Меня Перед Отцом Немнож Не могу Он Обзвал Меня Дураком Выгнал Из кабинета И сказал У тебя Будущего Нет Потому Что Сектантам Как Они Назвали Не Разрешали Даже Поступать Не То Что Университет Это Было Запрещено Вообще А Даже В колледж Ну Как Бы В Училище Чтобы Они Были Безграмотные Хотя Я Закончил Школу Почти На Золотую Медаль Потому Что Отец Всегда Говорил Учись Хорошо Чтобы Не Говорили Что Сектанты Плохо Учат Поэтому Все Приносить Для школы Медалей Золотые С Олимпиады По Любому Предмету Химия Физика Алгебра Геометрия Или Ориентирование На местности Все Что Угодно Всегда Сектант Ехал И Минимум Второе Место Серебро Привозил А так Все Ремезал И Писал Сочинение Комиссия Плакала Поэтому Стал Нормальным Проповедником Кто Хочет Быть Проповедником Пишите Сочинение Сочиняйте Нормально А когда Станете Проповедником Дух Святой Вам будет давать Сочинение С небес Которые Приходят От Духа Святого Если Вы думаете Что ничего Не делая Можно что-то Сделать То это Не так Если Вы хотите Получить Что-то Невозможное Вам придется Делать Что-то Невероятно Невозможное Амин Почему Израиль Попросил Царя Самуила Это сказано Что они увидели Как у прочих народов Что у них были цари Но в самом деле Почему Они попросили Царя В первом царстве В восьмой главе В пятом стихе Есть ответ Пришли Сыны Израилевы К Самуилу Он был Знаменитым Пророком И достаточно Влиятельным Судьей В Израиле На то время И они Пришли К нему И сказали Ему Вот какие Слова Мы увидели Что сыновья Твои Не ходят Твоими путями Поэтому Дай нам царя Израильские Сыновья То есть Вожди Они увидели Что в сыновьях Самуила Нет будущего Что сыновья Самуила Не наследуют ДНК Самуила Вхождение Перед Богом И поэтому Они сказали Дай нам Царя Вот была Подлинная Причина Я хочу Привести Несколько Примеров Судей В 11 главе Написано О человеке Который Был Судьей Израиля Имя Имя Было Ефай И Писание Говорит Что он Получил Огромную Победу Над врагами Израиля И в восторге Своем И в той Победе Своей После этой Победы Он Обратился К Богу И сказал Господь Я возвращаюсь В город И что Выйдет Первый Из города Да Что я Принесу Это Бежать Писание Когда он Возвращался В город Из города Из ворот Вышла Его Собственная Любимая Единственная Очень Красивая Дочь И она Протянула Руки К нему И сказала Отец Мой Отец Мой Отец Разорвал Одежду И сказал Дочь Ты Разбила Сердце Я как-то Читал Это Место Писания Несколько Раз И один Раз Когда Я его Читал Дух Святой Мне Что-то Сказал Удивительно Я хочу Поделиться Таким Небольшим Откровением Кому Нужен Успех Такой Ценой Я Больше Скажу Кому Нужно Такое Служение Такой Ценой Я езжу По миру Я объехал Может быть 70 стран Пример И это Везде Почти Одинаково Особенно В Америке Когда Пасторы В слезах Подходят И говорят Мои дети Не знают Бог Мой отец Мне говорил Мне все равно Кем вы будете Кочегарами Или сантехниками Я одно Мечтаю Об одном Молюсь Чтобы вы Следовали За Иисусом Вот для меня Нет Он сказал Для меня нет Ничего дороже Я никогда Не забуду Когда он Уходил Господу В 1985 Году 25 марта Буквально Мы Вспоминаем Вот эти дни Вчера Буквально Были похороны Отца И до этого За неделю Я приехал Чтобы попрощаться С ним Потому что Врачи Сказали Что он умрет Ну не только Врачи Он дважды Был на небесах И разговаривал С Иисусом Господь ему Показал День Когда он умрет Господь В кровати Он благословил Всех нас Он взял Мою руку Плакал И сказал Сынок Прости Что я не дал Тебе денег Не было денег Семья большая Скот свой Кормили Благословляли Никогда мы не голодали Всегда хлеб был на столе Но денег особых Не было Чтобы раздать Но все Что я мог дать тебе Я дал тебе Иисус Береги его И у тебя все получится Я никогда не забуду Эти слова Это простые слова Отец с ним был образованным У нас не было Особых учителей Не было никакой литературы Кроме Библии вообще Ни единой книги В 70-х годах Если была книга Это было Путешествие к Легриму В небесную страну Потом вышла Другая книга Духовная война Джона Буньяна Это было две книги Которых я прочитал Несколько раз И любил их И до тех пор люблю Советую всем прочитать Это сейчас Книг много О жизни мало Сейчас пособий много Сейчас как стать Успешным лидером 10 пунктов Различные вебинары Различные конференции Всего что угодно Много всего А веры мало Вот тогда было Абсолютно ничего Но веры было много Потому что Вера заключалась Не в знании Просто А вера заключалась В твоем Знаете В твоем единении С Богом Вот что такое вера И когда ночью Врывались И говорили Отрекись от Христа Либо 15 лет В Сибирь То хрупкая 5 суток Везли в Сибирь И 15 лет Она там За имя Иисуса Страдала 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 лишь Страдала лишь Только потому Что ночью Бизнес Бизнес Вообще Когда дети Служат Потому что Папа Вечно занят Потому что Папа Пастор Вечно занят Потому что Мама Вечно занята Кому нужно это? Чтобы через наш успех такой, который приходит, и через наши великие победы, наши дети были отданы молоху на служение. Кому нужно это? Вы со мной? А потом должен стоять бизнес, который недовольный. Видите, мы живем в век материализма, мы живем в век обогащения, мы живем в век, когда материальные ценности становятся выше ценностей вечных. Но только подлинная душа, спасенная, рожденная свыше, имеющая отношение в Духе Святом с небесами, она понимает, что все на земле временно, вечен Бог. И вечные ценности это небо. И спасенные души, которые придут с нами в небесах. Аллилуйя! О, Дух Святой, помоги нам! Сбалансировать нашу жизнь, распределить наше время так, чтобы наши дети получили от нас яркий пример надежды, веры и упования на Господа. В 39 главе книги пророка Исаии сказано о царе Езекии, который заболел смертельно в 38 главе и вылечился, то есть Господь его исцелил, помните? И в 39 главе в начале пришли послы вавилонские, принесли, потому что услышали, что он заболел, принесли ему много подарков различных. Езекия показывает им абсолютно все, что было в его доме, в доме Божьем, и ничего не осталось, что он не показал, так как он сказал пророка Исаии. Исаия вернулся к нему, сказал, что приходили послы, он говорит, приходили, я им все показал, ничего не осталось, что я не показал, и вот что сказал пророк Исаия. Я не буду читать это слово из-за времени, но я хочу вам сказать, вы можете прочитать последние стихи 39 главы пророка Исаии, вот что сказано. Все, что ты показал в доме послам вавилонским, придут и вынесут. Но самое хуже и самое большое, знаете, что сказал дальше? Он говорит, и детей твоих, сыновей твоих сделают евнухами, и они будут служить царю вавилонскому. Заберут их в плен с земли твоей. Вот если бы такое слово для меня было сказано, что моих сыновей сделают евнухами, и я никогда не увижу моих внуков, и никогда не будет продолжения рода человеческого в сыновях моих, в моей фамилии. Мне кажется, это самая большая трагедия. Но видите, в чем была ошибка царя Исекии, который, кажется, ходил перед Богом хорошо, и с преданным сердцем ходил, но была у него ошибка. Он своих детей не привел к Богу. И вот что он говорит. Ты хорошо сказал, благослову Господа, но пусть будет мир и благоденствие в мои дни. А за детей даже не вспомнил. За детей даже слова не сказать. Будут они евнухами, пусть будут они евнухами. Друзья, у нас не должно быть безразличия в нашем сердце к нашим детям. Наши дети не должны расти при нас, наши дети должны расти с нами. Я сказал, я сделаю все самое лучшее, чтобы моим детям было интереснее со мной, чем с кем-либо в мире. И это сложно. Потому что тебе надо быть лошадкой и на спине возить их на второй этаж по лестнице, когда тебе 50. А потом они говорят, а теперь в Нью-Йорк, а в Нью-Йорк далековато. Потому что на второй конец дома. И папа быстрее едет, а то я опоздаю на самолет. И так дальше, да? Но если ты отец, ты должен быть доступным, как отец небесный для нас. И ты должен быть близким, и ты должен быть другом. Видите, и последнее я хочу сказать. 14 глава, третьей книги царства. Есть еще одно место за нечестивого царя Ервана. И у него была жена. Они вместе вели Израиль в грех и жили нечестивой жизнью. Но Ервам, когда был молодым, он знал голос Божий. Был такой пророк, имя его было Ахия. И Ахия встретил молодого юношу Ервама и сказал ему, придет время, и ты будешь царем в Израиле. И так случилось. И Ервам знал голос Божий, потому что предсказание, которое сказал ему пророк Ахия, они исполнились в его жизни. И он стал царем в Израиле, но забыл, Писание говорит, забыл Бога и ходил нечестивыми путями, и жена его вместе с ним. И родился у них сын, имя его было Ахия, ему было 8 лет, и он смертельно заболел. И когда, знаете, человек имеет все в достатке хорошо, ему Бог не нужен, но когда все-таки скорбь, как тревога, так все к Богу. И он говорит своей жене, сходи к пророку Ахию, благо он уже ослеп почти, ничего не видит, он тебя не узнает. Ну, если вблизи сильно может узнать, поэтому ты не иди в одеждах царских, ты их смени. Ты переоденься в простую христианку, в женщину простую, чтобы тебя пророк не узнал. И так и сделала женщина, жена царя, оделась в простую одежду и пошла к царю Ахии, то есть к пророку Ахии, извините, для того, чтобы узнать судьбу сына, свою Ахию. И Писание говорит, что пока она шла, Бог говорит Ахии, пророку, аллилуйя. Слава Богу за пророк. Есть пророки. Я даже тоже был пророком. Да, я был пророком. Бог, и я есть пророк. Бог иногда меня сильно использует в пророческом слове. Я на одном собрании сказал, что Бог меня сильно использует, то люди начали выходить в церковь. Серьезно. Я однажды был в Нью-Йорке, меня позвали. Из Флориды приехал. Ну, я коротко, что времени нет. Пастор сказал рассказать. И мы были на Флориде, отдыхали. У нас там, мы с женой были, были на Флориде в январе месяце. На Флориде в январе месяце плюс 28. А в Нью-Йорке снег и минус 20. Но я же не знал, я думал, что Америка-то вся в Флориде. Ну, в то время мы приехали впервые буквально в Америку. Ну, второй раз вернусь. Я тут Анатолий был дьяконом в белорусской одной церкви. Я когда-то приезжал, служил там. И он как-то нашел меня там в Орландо, в Флориде и позвонил мне. Сказал, ты не можешь к нам приехать послужить ему? Я говорю, ну ладно, приеду. Прилечу в Нью-Йорк, встреть меня. Он говорит, как ты меня узнаешь? Я как бы налегке такой узнаю, говорю, не переживай. Что-то русских не узнать, что ли. Русских узнать не всем. Особенно в Америке. Ну, я такой наивный был. Я же не знал, что так все в Нью-Йорке серьезно. Ну, и тем не менее мы, значит, собрались. Говорю, встречу, не переживай. Мобильников не было тогда, ничего не было. Сейчас все без проблем. А тогда было сложно очень. Но мы собрались с женой уже в самолете. На нас все американцы посмотрели, что мы в шортах. В солнечных очках и в футболках садимся в самолет и летим в Нью-Йорк. Ну, я думаю, что они так подозрительно на меня смотрятся. Я же не знал, что смотрю все в одеждах таких, одетые, в куртках разных таких, ну, как американцы. А я вот в сандалиях, в шлепках таких раз. И вот, ну, неважно, прилетели мы в Нью-Йорк. И Толик, Анатолий, который меня пригласил, в жизни не ожидал, что я прилечу в шлепках и в шортах. И просто в майке и в солнечных очках. И моя жена, тем более, жена, он был 50-ник, а жена в шортах. Это как бы конец вселенной. Это больше, чем пришествие Иисуса Христа. Это просто даже не подлежит никакому пониманию человеческому и разумению, что жена мужа, который епископ и пастыр, в шортах ходил. Это извращение. И поэтому он никогда бы не подумал, что мы. И мы спускаемся как бы вот с эскалатора. И я смотрю, в центре зала стоит Толик женой. Не ошибся абсолютно. Стоит Толик, у него штанишки вот еще. Ну, немцы оставили, в окопе отступали. И вот как бы такая шапочка-бырочка сверху дырочкой. Такой скромный брат стоит и жена у него в шубе. От ушей шуба до 5 такая шуба и норковая шапка такая большая. Все зубы золотые. Все чисто ДНК. Русский человек. И вот они вдвоем за ручку держась стоят и высматривают нас с толпы. А как нас высмотреть? Мы, конечно, были яркое пятно в толпе, но не настолько, чтобы это понял Толик. Потому что это было для него сложно понять, что мы могли в Нью-Йорк прилететь именно в такой одежде. А я увидел и напрямик подхожу к нему прямо с эскалатора, протягиваю руку и говорю, брат Анатолий, приветствую, слава Господу. И Толик вздрогнул. Говорит, как ты меня узнал? А я ему налегке говорю, Дух Святой открыл. А жена его так вбог раз говорит, это пророк. Толик покраснел и немножко сдал в настроении, немножечко застенчивым стал. Я говорю, пойдем возьмем багаж, тогда еще можно было взять багаж, сейчас-то уже все, безопасность, но тогда можно было. Мы приходим, багажа еще нет, Толик слева от меня, потом Толик справа от меня, потом снова слева от меня. И все волнуется. Вот этого пророческого слова. Что я пророк. И потом он взял меня так за руку, выбрал момент, пока чемодана не было. И говорит, пастор Николай, если вот сейчас мы едем в церковь, кто-то скажет, что я велосипед украл. Я не крал. Ну и я так спокойно, налегке отвечаю, Дух Святой откроет. Кто украл, помолимся, и Дух Святой укажет и обличит. И Толик потерял, дал речи вообще. Мы взяли чемоданы и погрузили их в Бьюик такой, большой американский автомобиль. Мы называем, два дивана впереди. Говорит, пусть братья сядут, а сзади жены. Ну, моя жена с его женой сели сзади, мы сели впереди. И поехали. Холодно было, я в этих шортах. Снег, мороз такой. В машине сижу, еле согрелся, и когда уже согрелся, задремал. И слышу чья-то рука, раз на мою руку. Я так поворачиваюсь, и Толик говорит, брат Николай, это я. Я говорю, что ты? Я украл. Я сказал, где велосипед? Он сказал, что делать? Я говорю, где велосипед? Он говорит, дома в летнем садике стоит. И слеза скупая пошла с глаз по лицу. Я говорю, что делать? Надо вернуться домой, взять велосипед и завезти, откуда ты его украл. Покаяться, и все. Спасибо. Приехали домой первым долгом. Анатолий пошел, взял велосипед, завез туда, откуда он его украл. Пришел и говорит, все. Дух Святой работает. Дух Святой живой. Если ты сегодня здесь в служении что-то украл, верни обратно. Писание говорит, что когда она пришла к нему, то пророк, хоть и был уже слеповат, но не глуховат, он слышал голос Божий. Аллилуйя. Может быть, ты можешь не видеть того, чего ты можешь не видеть, но когда ты слышишь голос Божий. Кто имеет уши, пусть слышит, что Дух говорит в церкви. Аминь. И вот, пока она шла, Дух Господень говорит, ахи, придет к тебе жена Ервамова, она придет к тебе переодетая. Она нечестивая царица, придет переодетая под крестьянку. Скажи ей так, я грозный тебе посланник. И шум, прямо шум у порога. И ах я, говорит, заходи, заходи, жена Ервамова, зачем тебе было переодеваться? У меня грозное слово к тебе. Вау. Так страшно. Не переступишь порог твоего дома, и сын твой Авиа умрет. У меня вопрос. Сколько из-за переодетого христианства умирает Авиа? Много. Переодетое христианство – лицемерная вера. Легкое христианство, легкий Христос. С понедельника по субботу мы одни, но в воскресенье мы верующие. А истинная, нелицемерная вера – это с воскресенья по воскресенье. Аллилуйя. Это каждый день и каждую ночь, это каждую минуту и каждое мгновение – ты и Иисус. Зачем тебе переодеваться? Сколько христиан переодеваются? Дин пастор у меня исповедовался в Америке, реально исповедовался. Говорит, я ехал в левой полосе, там карпулы такие есть для скоростного движения, если в машине не один, а два человека и больше. И он спешил на служение, потому что опаздывал церковь проповедовать. А впереди бабушка какая-то за рулем ехал. И он и моргал уже. И так, ну там не принято сильно в Америке, это у нас так. У нас так принято, что пушку вытянул, бах-бах-бах, сходи. Ну, в Москве особенно. А там, говорит, и подъехал близко, и фарами помигал, и все. И не съезжает эта бабуля. Вот тоже с дедушкой едут вдвоем, и едет она по этому карпулу, и не сильно быстро, а там скоростная трасса. И я, говорит, за ними ехал, 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 ехал. Наконец-то, милостью Божией, не знаю, услышал, говорит, Бог молитву. Без пяти одиннадцать, в одиннадцать служение. Еще ехать пять километров. Съезжает эта бабушка. И я, говорит, так поравнялся с ней. И так думаю, покажу ей кулак, чтобы она в следующий раз не занимала вот эту полосу, чтобы медленно так ехать. И поравнялся с ней. И так, только хотел показать кулак, смотрю, это миссис и мистер Джобсон. Они сидят на передней скамейке в моей церкви, слушают мою проповедь. И я так, хелло, аллилуйя, спасибо, что съехали. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. Во имя Иисуса. Может, тебе нужно покаяться. Может, твоя вера лицемерна. Может, ты говоришь одно. Что такое лицемерная вера? Ты говоришь одно, а делаешь другое. Я вот хочу вам что-то сказать. Во втором послании Тимофея, первая глава, четвертый, пятый стих, апостол Павел говорит. Тимофей, я хочу видеть тебя. И когда я тебя вижу, мое сердце радуется. Есть что-то, когда ты кого-то видишь, и твое сердце радуется, потому что ты видишь человека, а не лицемерной верой. К дивным твоим, к святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое. К тем, которые живут верою, нелицемерную, к ним все желание. И есть общение духа. И поэтому он говорит, я когда вижу тебя, то вспоминаю и бабушку твою, и Евнику, и вспоминаю маму твою Лоиду. И смотрю, что вера, которая была в бабушке твоей, вера, которая была в маме твоей, я вижу, что вера эта в тебе. Вот поэтому радуюсь и молюсь за тебя. И думаю, Господь, благослови Тимофея, потому что реальная вера, реальный плод, реальная передача веры в поколение. Псианик говорит, что Илий был пророком, но не обуздывал своих детей. Они были священниками, они брали просто мясо с котла и просто ели его там, и спали с блудницами там, прямо у жертвенника. Блудодействовали. Они пренебрегали священством, они пренебрегали, знаешь, они пренебрегали призванием. Они пренебрегали именем христианина. Если ты христианин, это высшее призвание. Если ты христианин, это соль и свет. Если ты христианин, это все то, что помогает не разлагаться миру вокруг тебя, потому что ты имеешь силу, влияние. Нелицемерная вера имеет силу влияния. Нелицемерная вера имеет силу воздействия. Обличить мир во грехе. Но если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Вы знаете, Иисус Навин однажды сказал Израилю, вы за кем хотите последовать и кому хотите служить? И они сказали, мы хотим Богу служить, но вы невозможны. Не сможете вы Ему служить, потому что у вас нет оснований. Служить Господу должно быть основание. Какое основание для служения Богу? Возрожденный дух. Что такое возрожденный дух? Это древнее все прошло, А теперь во Христе Иисусе все новое. Нелицемерная вера, это новое. Но что касательно меня, я принял для себя решение. Я и дом мой. Будем служить Господу. Решение, за которым стоит огромная ответственность. Решение, за которым стоят посты и молитвы. Решение, за которым стоит сам Бог. Тебе нужен успех. Может быть, он у тебя будет. Но горький плод конца твоей жизни. Может быть, у тебя безразличие к детям. В Америке есть пословица. Нельзя дышать прохладой на детей, чтобы в старости не мерзнуть от мороза. Я и дом мой будем служить Господу. На нас ответственность. Это не просто заявление. Да, я и мои дети будем служить Господу. Братья и сестры, это ответственность. Другим словом, Иисус Навин говорит, я беру на себя ответственность сделать все возможное и невозможное с именем Господа и с помощью Духа Святого, чтобы мои дети, которых дал мне Бог, унаследовали веру и вангельскую. Все. А для этого нужен труд. Какой труд? Любить детей. Любить Слово и научить детей любить Слово. Любить молитву и научить детей любить молитву. Любить Дух Святой и научить детей любить Дух Святой. Молиться в Духе Святом и научить детей молиться в Духе Святом. Получить крещение Духом Святым. Научить детей любить добрые дела. Научить детей уважать пастора в церкви. Научить детей уважать его жену. Научить детей уважать старших в церкви. Научить детей уважать старшее поколение в жизни. Научить детей уважать полицию. Научить детей уважать работодателя. Научить детей уважать учителя в школе. Это наша ответственность. Это наша ответственность посмотреть, что дети смотрят, какие игры играют, какие программы смотрят, какую музыку слушают, какие у них друзья, кто они. Это наша ответственность. Сидеть и говорить с сыном и с дочерью, обо всем. Прежде чем скажет им улица. Прежде чем скажет им дьявол. Прежде чем скажут им друзья из мира. Прежде чем скажет им двор. Скажем мы. Знаете, что мы скажем? Вот что мы скажем. Я заканчиваю. Я хочу вам предложить, что нам сказать детям. 77 Апсилон. Вот что нам нужно сказать детям, друзья. И мы помолимся. Не скроем от детей наших. Возвещая роду грядущему славу Господа. Возвестите детям славу Господа. И силу Его. Скажите вместе с мной славу Господа. Скажите вместе с мной силу Его. Чудеса Его. Возлагать надежду на Господа. Не забывать дел Божьих. И хранить заповеди Его. Чтобы знал грядущий род. Дети, которые родятся у нас. И чтобы они в свое время возвещали своим детям. Первое. Возлагать надежду на Господа. Ни на деньги. Ни на мир. Ни на знакомство. Ни на крутизну папы, мамы. Возлагать надежду на Господа во всякое время. Научить. Сам возлагать надежду на Господа. И научить детей. Возлагать надежду на Господа. Ты передашь им веру. Ты передашь им надежду, ты передашь им любовь. Возлагать надежду на Бога, не забывать дел Божий. Братья и сестры, нам никогда нельзя забыть спасение. Нам никогда нельзя забыть призвание. Нам никогда нельзя обесценить кровь Иисуса. Нам никогда нельзя обесценить крест Христов. Это центр Евангелия. Крест и кровь. И сила Святого Духа, преобразующая судьбы, влияющая на нацию. На поколение. Аллилуйя. Поиграйте, кто может, пожалуйста, не скроем. Не забывать дел Божьих. Никогда, никогда не обесцень спасение в твоей жизни. Никогда не продай первородство за чечевичную похлебку. Голод всегда ведет нас к каким-то экстравагантным, неординарным. Поступка. Но не позволь голоду овладеть тобой, чтобы продать первородство. Я никогда не забуду, как однажды я увлекся в юности. Я открывал Писание, и на одном стихе Бог давал мне три проповеди в один момент. Мы постились по 20 дней на одной воде и были так близки с Богом. Я всегда говорил, вообще христианин не призван жить физической жизнью. Это сложно. Ты смотрел на людей, которые кушают, и ты думал, безумие какое. Потому что ты не успевал поднимать руки к небесам, и небо приходило. И однажды человек мне сказал, надо работать, иди поработай. Все пацаны уже ездят на ладах, а ты ходишь пешком. Ты вообще-то думай, жениться надо, девушки, все такое. Я говорю, я пошел и тяжело начал работать. Я не говорю, что не надо работать, я говорю о приоритетах. Но я начал так тяжело работать с 6 утра до 10 вечера. Работал, 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 работал каждый день. И в субботу вечером. Это целая неделя была. Там один человек такой был, шабашник называли, Влад. Он давал хорошие деньги. Зарплата была в месяц 100 рублей, а он давал 1000 рублей. Я в субботу приехал, и пастор говорит, проповедуй. Я встал проповедовать, а проповедовать начал. Я ни разу не молился, я ни разу слова не читал. Думал, завтра, завтра, но так уставал, что еле успевал глаза открывать утро. Чуть покушать, и снова, и снова, и снова, и снова на работу, на работу. Я никогда не забуду. Я вдруг за кафедрой, когда он меня пригласил, 1000 человек сидело в церкви. Арендовали в рентгенский храм. Там было 1200 человек. Орган играл. Прославление было. И потом я вышел за кафедру, и вдруг я понял, что я пустой, как борода. Ничего нет. Пустая жизнь. Пустая будущность. Я не мог слово сказать, я не мог проповедовать, я не мог вообще прийти в себя. Я сказал, Дух Святой говорит, давайте помолимся. Это всегда, ты знаешь, когда нечего сказать, то хоть помолиться. Но я помню, что я упал за кафедру, благо кафедра была такая дубовая, огромная, большая кафедра. Я там упал за кафедру, начал молиться, а перед Богом каяться. Вдруг слышу, кто-то ползет ко мне на колени. Я никогда не забуду этот момент, который стал переломным в моей жизни. Это был пастор церкви Николай Шевчук. Он полз ко мне на коленях в слезах весь, он понял все. Он был мой отец, уход. И он все понял. Он подлез ко мне, подполз на коленях кафедре, он обнял меня, прижал к себе, рыдая, сказал мне на ухо. Он всегда называл меня Калюша. Он говорит, Калюша, не продавай первородство. Не продавай! Я никогда не забуду. Я принял решение в своей жизни. Я встал и подошел к этому человеку, который также был в служении. Стоял там, ожидал конца служения, чтобы поговорить с теми, с кем нужно поговорить, для чего прошел церковь. Я сказал, Виктор, я больше не пойду. Но я решил не продавать то, что дал мне Бог. Я благодарю Господа за это утро и за этот день. Вот что сделал Исаак. Прежде всего, что сделал Исаак. Мужчины и женщины, отцы и матери, братья и сестры церкви. Исаак пришел в землю. И первое, что он сделал, призвал имя Господа. Моем быть, я до 6 главы, я точно не помню сейчас. Точно не помню главу. И второе, что он сделал, написано в одном стихе «Три вещи». Он призвал имя Господа. Он поставил шатер. Он выкопал колодец и поставил шатер. Нам нужен Господь номер один. Нам нужны приоритеты, которые мы, имея, передадим нашему поколению, которое будет после нас. Второе, нам нужно выкопать колодец. Нам нужно питаться от Духа Божьего. Нам нужно питаться от Слова Его. Нам нужно жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. И третье, тогда нам нужно поставить шатер. Все, что касательно шатера земного здесь на земле, это третье. Нам нужно его поставить в третью очередь. Не скроем от детей наших. Притча 22.6 сказано. «Он оставь юношу при начале пути, и он не уклонится до конца, даже когда состарится». Может быть, вы не можете повлиять и ничего сделать с этим, что оставили вам ваши предки, ваши родители. Но вы можете повлиять на свое поколение. И вы можете повлиять на свое потомство. Сила влияния зависит от силы откровения нелицемерной веры. В твоем хождении с Богом. Давайте мы встанем перед Богом. Я бы хотел, если есть здесь, я не знаю, молодежь, просто если дети были, помолиться за всех. Если молодежь здесь, придите, молодежь, сюда. Кто есть здесь, я призываю вас. Братья и сестры молодые. И я хочу помолиться за вас. Просто в духе я чувствую это. И хочу просто помолиться. Сможно, да, пастор? Это нормально? Придите сюда близко. Вся церковь будет молиться за вас. Братья и сестры, это наследие вечности. Это наследие завтрашнего дня для молодежи. Придите, не бойтесь, не надо. Все, все, идите, идите, будем молиться. Аллилуйя. Молодежь, мы в вас верим. Пастор, мы верим же в молодежь нашу. Братья и сестры, вы верите в вашу молодежь. Мы верим в вас. Идите ближе, не бойтесь, идите все ближе сюда. Идите ближе. Я хочу помолиться за вас, хорошо? Аминь. Господь, благодарим тебя. Если у меня получится, я возложу руки на каждую из вас быстро. Церковь, давайте простроим руки наши и будем молиться. Пусть Бог благословит нашу молодежь. Пусть Бог благословит этих драгоценных братьев и сестер. Во имя Иисуса Христа, Отец, мы благодарим тебя. Отец, во имя Иисуса, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Покрой их властью Твоей. Твоя нелицемерная вера. Твоя нелицемерная вера. В их жизнь, в их служении, в их хождении, в их школе, в институтах, где бы они ни были, на работе, в автобусе, дома. Твоя нелицемерная вера. Во имя Иисуса погрузи их в любовь Твою. Погрузи их в любовь к Слову Твоему. Послушанием истине Твоей. Во имя Иисуса Христа с Назарета. Лембра мащи браес. Исцеляющая сила Твоя. Власть Духа Твоего Святого. Власть любви Твоей. Я молюсь во имя Иисуса. Сохрани каждого из них от зла. Сохрани их на путях спасения. Сохрани их во всех искушениях быть победителями. Во имя Иисуса. Чтобы ноги их стояли прочно на пути спасения. Чтобы они прилепились к Тебе. Потому что те, кто прилепился к Фаал Фигору, погибли. А те, кто прилепились к Тебе, живы и до ныне. Прилепи их к Тебе. Привлеки их к Себе. Ты привлек своих к Себе. Привлеки их, а не Твои, Господь. Во имя Иисуса. Привлеки их, привей их на лозу, Господь. Чтобы питаясь соками Твоей лозы. Питаясь соками Твоей лозы. Во имя Иисуса Христа. Они могли бы быть плодоносными. Царствия Твоем. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Халлилуйя. Я благословляю их, Господь. Я благословляю их. Ангелы Твои. Пусть сопроводят их на всех путях жизни. Да не приткнутся ногой. Шакалаламанакарабастиблейш. Церковь, давайте возвысить свой голос. Это сражение. Это молитва, которая. Прямо с небес. Для каждого из них. Во имя Иисуса. Есть. Орамашакараламан. Давайте в духе помолимся. Лакашаралабасололамаракатаралемей. Рикалабасшералакатураламанаваралемей. Твоя вера. Твоя вера нелицемерная. Твой факел любви и веры. Твой страх, Господень. Который ведет к богатству, к жизни и к славе. Покрой их Твоим страхом. Чтобы они боялись Тебя. Не боялись ни греха, ни дьявола. Но боялись Тебя. И любили Тебя. Чтобы уссурийск увидел великую славу. Через это молодое поколение. Девочек и мальчиков. Именуем их именем Твоим. И наделенных силой и властью. От Духа Твоего Святого. Я провозглашаю благословение в вашу жизнь. Всякое проклятие, разрушенное именем Иисуса. Я провозглашаю благословение в вашу жизнь. Благословение, процветание, преуспевание. Открой, Господь, их сердца и разум. Чтобы они были способным народом. Талантливым народом. Сильными юношами и девушками. Любящими Тебя. Хранящими веру и надежду. Упование. Хранящими первородство. Хранящими спасение. Во имя Иисуса. Мы воздаем Тебе всю славу. И дай нам, родителям сегодня. Во имя Иисуса способность. Не просто научить. А передать нелицемерную веру своей жизнью. Своим примером следования за Тобой. Своим примером. Как мы служим Тебе. Как мы говорим, так и веруем. Как мы веруем, так и живем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим Господу славу за нашу молодежь. Спасибо. Вам, что вы любите Господа. Я всегда говорю, любите Иисуса, и у вас все получится. Любите Иисуса, и у вас все получится. Запомните эту фразу. Аллилуйя, Иисус Господь. Мы любим вас. Иисус верит в вас. Небеса верят в вас. И мы с пастором Александром верим в вас. Аминь. Да благословит вас Господь. Можно я совершу еще короткую одну молитву? Однажды. Можете постоять здесь. Спасибо. Постойте. Однажды Давид возвратился в Секелак. И Секелак был сожжен огнем. Помните? Детей и жен увели в плен. И Давид обратился к Господу. Вот что у меня на сердце. Я хочу обратиться вместе с вами к Господу. Особенно с теми родителями, в которых дети вмирующие. Которых дьявол может угнал. Или если вы пришли к Господу, а они еще не спасены. Или они были в церкви, и их дьявол угнал. Знаете? Плен забрал. Знаете, что Господь сказал Давиду? Беги, догонишь и отнимешь. Церковь. Нам надо продолжать бежать за ними. Любить их. Нам надо любить детей не потому, что они что-то делают хорошее. Или ненавидеть, когда они делают что-то плохое. Но любить их за то, что они есть у нас наши дети. Это безусловная Божья любовь. Аллилуйя. Братья и сестры, пусть поможет нам Господь обнять наших детей в молитве сейчас. Те, которые в мире, и которые не знают. Я не буду вызывать вас сюда вперед или приглашать. Я хочу, чтобы те, у кого дети в миру, которые еще не знают Христа, или были в церкви и ушли в мир. Поднимите свою руку. Я хочу помолиться сейчас. Отец, во имя Иисус. Прикоснись сейчас. Мы имеем великую надежду. И мы имеем великое упование. Мы имеем великую радость от того, что Ты у нас есть, Господь, ответ на наши нужды. И вот сейчас, Господь, Ты знаешь каждого отца и каждую маму. Ты знаешь каждую молитву и каждую слезу, которая выпущена, Господь, и упала на землю по именам наших детей. Детей, которые ушли в мир. Которые были и знали Тебя. И дьявол их своровал. Сегодня мы бежим за Ним в этой молитве. Мы бежим за Ним в этой молитве прямо сейчас. И мы верим, что мы догоним. И мы верим, что молитва отнимет их у дьявола. Отнимет их у филистимлян. Отнимет их у этого мира. И возвратит в отчий дом. Халлелуйя. Во имя Иисуса, Отец, Ты знаешь каждое имя. Ты знаешь каждое имя. Сыновей и дочерей. Сегодня угнанных дьяволом в плен. Сегодня мы просим Тебя во имя Иисуса. Отдай, дьявол. Мы говорим с северу и западу, востоку и югу. Отдай и не удерживай сыновей и дочерей. Пусть возвратятся. Пленники земли. И поклонятся имени Твоему. Отец, во имя Иисуса Христа. Дай нам глубокую веру и упование. Что однажды мы увидим наших детей в Доме Твоем. Служащим Тебе. Служащими Тебе и поклоняющимися Твоему имени. И все Твои гнусные, хитро сплетенные замысла Сатана я разрушаю. Именем Иисуса Христа. Властью крови Иисуса. Будь поражен, Сатана. И во имя Иисуса пусть придет торжество радости и победы в нашу жизнь. Чтобы наши дети возвратились к Тебе. В лону Отца. И прославили Твое имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так и будет. Так и будет во имя Иисуса Христа. Пусть благословит нас Господь. Аминь. Спасибо большое. Пастор Александр. Спасибо большое. Церковь. Для меня была большая честь, привилегия быть в Уссурийске. Спасибо за приглашение. Пусть Бог благословит вас. Вас прекрасный пастор. Замечательная жена. Конечно, это все жена. Он так. Это жена все виновата, что он такой хороший. Пусть Бог благословит вас. Спасибо большое. Аллилуйя. Давайте возойдем славу Богу за это служение. За брата Николая. Епископа Николая. Аллилуйя. Пожалуйста, присаживайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok